Как перевести на английский фразу «Мой учитель лучший» или «Я разговариваю лучше и понимаю больше»? На первый взгляд, простые предложения. Но, если вы пока еще не знакомы со степенями сравнения прилагательных в английском, то трудности, скорее всего, возникнут. Но не переживайте, посмотрев это видео, вы разберетесь со всеми тонкостями, и вопросов у вас не останется. А если останутся, пишите комментарии. Задавайте вопросы, и я с радостью на них отвечу. Всем привет! С вами Марина Озерова, ваш преподаватель английского. Кстати, если вы еще не были на моих бесплатных вебинарах, обязательно регистрируйтесь, ссылка есть внизу под этим видео, а также в описании моего канала. Ну, а пока вы регистрируетесь, слушайте дальше. В английском языке существует три степени сравнения. Положительное – быстрый, сравнительное – быстрее и превосходное – самый быстрый. С положительной степенью все ясно. Это начальная форма прилагательного. То, как вы видите это слово в словаре. С ней мы разбираться не будем. А вот сравнительную и превосходную разберем детально и узнаем основные правила. Прилагательное – в сравнительной степени. Если степень называется сравнительная, значит ли это, что мы что-то сравниваем? Да. Мы можем сравнить два объекта или людей, эмоции или состояния. А что насчет грамматики? Здесь нам нужно разделить все прилагательные на две большие группы. Односложные, то есть те, которые состоят из одного слога. К односложным словам добавляем суффикс «er» – bigger, faster. А к многосложным, чтобы не делать их еще более гигантскими, добавляем слово «more» перед прилагательным. А само прилагательное оставляем как есть, без изменений. И не забываем волшебное слово «than» – «чем». Это наш главный помощник при сравнении. Кстати, обратите внимание, что слово «than» пишется с буквой «a», и не путайте его со словом «then», «затем», «тогда». Это два совершенно разных слова, которые отличаются не только написанием, но и произношением. Тонкую разницу произношения звуков «a» и «e» я объясняю на своем фонетическом курсе. Присоединяйтесь, обязательно приходите по ссылке внизу под видео на мой бесплатный вебинар. Там я и как раз расскажу, как можно присоединиться к курсу, если вам нужно улучшать ваше произношение. A book is more interesting than a film. Книга интереснее, чем фильм. Обратите внимание на слово «than». Если вы делаете на это акцент «чем», «than», тогда вы должны произнести это слово с четким звуком «a» в серединке. Если же вам встречается это слово внутри, в контексте, в предложении, то на него, как правило, ударение не падает. It's more interesting than a film. Там будет нейтральный звук «a». А что насчет превосходной степени? Это тот самый случай, когда вы хотите сказать «мой учитель лучший» или что-то самое красивое, самое интересное, самое простое и так далее. Как образовать превосходную степень? Также делим прилагательные на две большие группы. Только сейчас к односложным добавляем суффикс «est». А к многосложным добавляем слово «most». И здесь самый важный момент. Всегда перед прилагательными в превосходной форме добавляем артикль «the». И, конечно, любое уважающее себя английское правило не может обойтись без исключений. Не переживайте, их всего два основных. Это те слова, которые не поддаются логике образования, поэтому просто их запомните. Теперь вы научились сравнивать прилагательные, и ваша речь стала еще лучше. Заходите в телеграм-канал, там интересный короткий тематический квиз, отличная тренировка получена знаний. Ну, а с вами была я, Марина Озерова, ваш преподаватель английского. До новых встреч!